всем привет друзья вы на канале у медиа про я рад приветствовать каждого из вас сегодня у нас на обзоре honor x7 и так погнали honor x7 а это бюджетная модель традиции не будем изменять посмотрим что же у нас коробочки и так поставляется honor x7 а вот в такой стандартной коробки от компании honor открываем я уже естественно телефончик открыл протестил все сделал для того чтобы рассказать о нем вам и так honor x7 а мы видим что здесь батарея на 5 тысяч триста тридцать миллиампер часов данного смартфона хорошая остановность камер на 50 мегапикселей и экран 6 и 74 до довольно таки большой экран иди правда но большой и так иголочка для изучения лотка сим-карты и здесь у нас мануал гарантийный талон и руководство пользователя это мы уберем в сторону так зарядный блок здесь у нас быстрой зарядкой на 22 с половиной ватта здесь идет зарядный блок хорошо принципе почему бы и нет чуть быстрее будет заряжать чем обычный блок до заряжал бы но здесь объем батареи большой поэтому пожалуйста и провод юсби а юсби c стандартно все стандартно коробочка убирается в сторону итак друзья давайте посмотрим начнем с эргономики данный смартфон продается в трех цветах это такой сильвер еще синий цвет и черный в этом варианте он такой знаете матовый пластик сзади и не пачкается аппарат мне кажется это очень круто смотрится итак давайте пройдемся по интерфейсам до диагональ экрана здесь 6 и 7 674 если быть точнее аппарат не маленький но из-за того что сзади углы скошены и не впивается в руку довольно комфортно держать его в руке вот давайте посмотрим что у нас по интерфейсам что же мы здесь видим ура три с половиной джек здесь есть это не может не радовать пользуйтесь пожалуйста обычными наушниками и без каких-либо переходников отлично микрофон естественно гнездо для зарядки юсби си и динамик на левой грани ничего нету на правой у нас кнопка выключения и сканер отпечатков пальцев реагирует довольно таки нормально но не всегда срабатывает ну из 10 раз может быть два раза это не срабатывает потому что ведь не очень широкая грань здесь поэтому не всегда получается попадать или идет качелька регулировки громкости на верхней части у нас получается микрофон для шумоподавления и слот по сим-карту все больше ничего нет так спереди у нас получается здесь разговорный динамик и каплевидный вырос под фронтальную камеру на задней части устройства у нас пластик здесь матовый пластик надпись honor 4 модуля у нас камер это все упаковано вот в такой прямоугольник можно сказать основная камера до который на 50 мегапикселей потом идут еще две камеры вот они здесь и еще одна камера спрятана вот здесь вот вот она маленькая камера спрятана прям рядом со вспышкой вот и естественно светодиодная вспышка здесь расположилась смотрите все довольно таки красиво эргономично очень похоже сзади на realme 10 pro plus боковая грань здесь есть на пластиковая в принципе все по эргономике мы закончили дизайну ставим твердую пятерку дизайну нареканий у меня нет стоит 12 990 на данный момент конечно на старте предрекали что он будет стоить дешевле но мы понимаем что в нашей рознице цена всегда дороже чем мы ожидаем да но если вы покупаете данный смартфон с днс с ним идут такие вот наушники до 6 апреля вы получаете наушники в подарок но можно приобрести данный смартфон еще выгоднее наши друзья из тиньков предлагают карту при покупке например данного смартфона да вы получаете 3000 рублей кэшбэка и смартфон выходит за 10000 рублей также обслуживание у данной карты бесплатная и естественно различные кэшбэки там есть поэтому пользуйтесь друзья для этого нужно будет пройти по ссылочке в описании и оформить себе эту карту ну что ж дорогие друзья далее поговорим про экран этого устройства здесь у нас диагональ экрана как я сказал ранее 6 и 74 здесь IPS матрица IPS матрица с разрешением HD да здесь HD разрешение но экран с частотой обновления 90 герц то есть это компенсируется но забегая вперед могу сказать то что экран именно разрешение экрана является ключом к тому что данный аппарат очень хорош в автономном плане и так здесь у нас разрешение экрана 1600 на 720 пикселей плотность пикселей составляет 260 ппи да не самая высокая плотность при данном разрешении да но в принципе это стоило ожидать пикселей прям не видно но естественно если вы там после 2к экрана или там full hd экрана разница будет видна естественно но в принципе на расстоянии вытянутой руки в доме приятно пользоваться экраном что могу сказать по поводу цветопередачи цвета передает данный экран довольно таки хорошо спокойные тона перенасыщенности нету мне экран импонирует естественно единственный да минус это разрешение экрана но это и является тоже время плюсом данного смартфона поэтому по поводу экрана в принципе у меня серьезных нареканий нет было бы побольше яркости было бы лучше на мой взгляд но опять-таки мы понимаем что в этом сегменте мы не можем слишком много до просить от устройства а так обновление экрана здесь 90 герц можно поставить авто обновление да это будет еще энергией эффективнее друзья вот скорость обновления экрана можно выбрать стандартный авто или высокую высоко это 90 герц если мы поставим авто не всегда будет 90 герца в основном будет 60 герц давайте посмотрим пару фотографий конечно через камеру это передать не совсем наверное корректно но мы посмотрим как передает цвета вот я сфотографировал фрукты друзья фрукты и овощи и посмотрите как передает сюда давайте вот с красного начнем вот так вот передает красный цвет вот конечно amoled то ни в какое сравнение идет здесь намного спокойнее цвета передаются более естественно знаете более естественно цветопередача конечно тут с этим не поспоришь вот лимончики вот такой вот экран хороший довольнички за свои деньги хороший приятный экран дальше с вами поговорим про железо и операционную систему операционная система здесь у нас android 12 с коробки и и фирменная оболочка magic ui 6.1 вот можно обновиться до более новой версии magic ui ну вот если вы переходите со старого хонора да и вы его не обновили пожалуйста можете его не обновлять и у вас будет такой интерфейс он для кого-то удобен потому что кому-то не нравится вот то что в новой версии у них знаете все бегают строчками кого-то это раздражает то есть знаю по знакомым своим по клиентам знаю что это не всем нравится поэтому если вы не хотите обновляться вы просто отключаете авто обновление и все у вас старые знакомый интерфейс в принципе вот по поводу чипсета здесь у нас аппарат работает на базе чипсета mediatek 67 65 h а именно это helio g37 который изготовлен по 12 нанометровому техпроцессору конечно этим уже никого не удивишь вот здесь больше знаете сделан уклон на именно энергоэффективность процессора у нас получается восьмиядерный процессор 8 ядер cortex a53 с разной частотой 4 с более высокой частотой остальные 4 с меньшей частотой это экономичные ядра они максимально экономно работают и аппарат не греется сильно на производительности это конечно сказывается не прям так сильно не слишком сильной производительности мы от этого процессора не ждем и сейчас мы посмотрим с вами результаты тестов процессор помогает графический ускоритель power rg и 80 и 20 вот ну и что идем дальше мы будем смотреть синтетические тесты у меня именно в antutu данный смартфон набрал 121 тысячи 866 какие результаты у нас geekbench вот в сингл кори 190 в мультикоре 819 естественно опять-таки не самые сильные показатели но это бюджетный сегмент мы это прекрасно понимаем вот поэтому производительность вот такая вот друзья давайте поиграем мы с вами в call of duty мобайл я уже поиграл сегодня порядка там минут на 20-30 я играл без счетчиков fps надеюсь что счетчик fps меня не будет обманывать сейчас и мы посмотрим какая будет частота обновление экрана и как покажет себя смартфон именно в игре call of duty мобайл то есть и мне кажется что счетчик fps именно fps монитор он называется у меня мне кажется не обманывает мне кажется доверял ему на протяжении нескольких обзоров но сейчас я смотрю что вот ну учет постоянно у меня 60 герц надо сейчас посмотрим 60 fps мне показывать постоянно так наконец-то вот меня убили давайте посмотрим 60 fps показывает счетчик монитора вот вы видите сами не знаю обманывает меня счетчик fps или нет но 60 fps даже не колыхается можно сказать мы сейчас попозже поставим более серьезные настройки посмотрим как будет вести себя аппарат ну что ж друзья аппарат доведет себя довольно таки хорошо приятно играть сейчас попробуем поставить более высокие настройки и посмотрим как себя поведет данный смартфон так графика звукоизображение низкая средняя число кадров в секунду вот но как он качество графика у нас видите по умолчанию ставить низкая больше не дает ну вот мы можем скорость увеличение кадров иуда поставить поставить побольше больше он нам не дает что-то менять ну давайте посмотрим ну да вот чуть-чуть улучшилось но есть фризы микрофризы есть слушайте но вполне можно играть в call of duty мобайл почему нет на тех настройках которые нам дает уже автоматический смартфон можно играть почему нет и знаете вот я играл сегодня порядка еще до того как сейчас вам это показывать минут 20 25 аппарат не греется он экономит производительность нагрев здесь прям минимальный у процессора в принципе играть приятно call of duty мобайл на тех настройках которые дает поставить сам смартфон играть можно почему бы и нет если какие-нибудь простые 3d игры это вообще проблем не будет поэтому вот такие вот показатели по производительности дорогие друзья данной производительности достаточно в этом ценовом сегменте на мой взгляд конечно можно было бы помощнее что-нибудь поставить до чтобы было больше производительность конечно хотелось бы но опять-таки мы все упираемся в цену как в стену дорогие друзья далее мы поговорим с вами про камеры и так здесь камер аж целых 4 основная камера здесь у нас идет на 50 мегапикселей и еще три камеры широкоугольная идет на 5 мегапикселей еще макро модуль есть у нас на 2 мегапикселя и еще на 2 мегапикселя для измерения глубины кадра 4 камеры они аккуратненько упакованы у нас вот в такой вот такую прямоугольную рамочку здесь у нас установлена светодиодная вспышка мы будем делать выводы исходя из того что какие у нас фотографии получились да и естественно эти фотографии будут выложены в обменник основная камера на 50 мегапикселей уже вам сказал давайте посмотрим фронтальная камера здесь у нас на 8 мегапикселей снимает full hd видео 30 fps видео не снимал и снимал только фотографию но я думаю что видео в принципе будет приемлемого качества опять-таки если будет хорошее освещение вот это при хорошем освещении освещение получилась такая вот фотография довольно таки неплохо это хороший результат на мой взгляд для 8 мегапиксельного модуля вот так вот уже ночь фоткает ночь понятно что уже не так хорошо конечно же но в принципе опять-таки смотря на сколько темно если прям совсем темно будет наверно не очень будет хорошая фотография здесь у нас просто уличные фонари были и вот как-то вот у меня получилась такая вот фотография и вот также как конечно же мы понимаем что ночь у нас фотографии получаются не очень хорошие плохо отрабатывает именно ночные снимки смартфон даже ночного режима это как такового нету я просто фотографировал вот так вот фотографирует да против света вот поэтому ночные фотографии желают оставлять лучшего этой камере но это была туманная еще погода можно сказать ну как бы тут да да вот так вот получается ночью я приложу оригинал сами оцените и так вот основной модуль снимает хорошо на широкоугольный у нас получается по центру более-менее четкое изображение а по краям у нас он мылится вот так передает цвета вот пожалуйста помидорчики можете оценить качество фотографий вот яблоки зеленый цвет пожалуйста довольно таки неплохо камера здесь средняя за свои деньги уверяю вас что снимает до довольно таки прилично ничего такого сверхъестественного мы от этой камере конечно же не требуем по крайней мере я вот я еще при хорошем освещении сделал салфи пожалуйста оцените как вам вот вот так передает цвета пожалуйста вот видео фрагмент видео это full hd получается 30 fps естественно стабилизации нету тряски видны когда вы ходите до чувствуется но что мы можем до требовать естественно тут явно нет таких заявлений даже о том что это прям супер крутая камера да основная камера 50 мегапикселей снимает неплохо поводу камеры я наверное вам тоже все рассказал все что хотел давайте поговорим теперь про автономность вообще до того как вышел данный смартфон говорили что у него объем батареи будет 6000 мАч если было бы 6000 мАч я думаю он был бы толще ой а если бы было бы 6000 мАч аппарат был бы толще наверное поэтому на выходе мы получили 5300 мАч там плюс-минус и этого в принципе достаточно было бы 6000 было бы вообще идеально данного аккумулятора даже на 5300 мАч достаточно чтобы смартфон проигрывал видео 12 часов это отличный результат этого аккумулятора достаточно чтобы аппарат в активном режиме работал 12 часов я уверен что с этим смартфоном можно ходить и два дня если вы не сильно будете его нагружать в течение дня то есть ну написали вам вы ответили вот в таком режиме не сидеть и играть а так он очень хорошо держит то есть активный экран 12 часов у нас на конец дня остается порядка 40 процентов батареи если вы пользуетесь умеренно а если вы будете сажать его прям конкретно но его сложно посадить прям знаете до того потому что здесь энергоэффективный чипсет плюс к тому HD экран что да то есть мы мало встречаем мы же видим 5000 мАч на смартфонах у которых там разрешение экрана 2к и там 120 герц да и конечно же там они будут быстрее кушать аккумулятор очень быстро и у нас там получается 6-7 часов здесь же 12 часов без проблем это очень хороший результат также смартфон заряжается не сказать что медленно то есть он заряжается больше часа до 100 поэтому вот такие у нас показатели по автономности конечно же это явный плюс этого смартфона подведем итог и подумаем с вами сделаем вывод о том что можно ли покупать данный смартфон или нет итак смотрите ну это бюджетный сегмент очень много вариантов бюджетных моделей вышло у нас на рынке и от Xiaomi и от Realme и от Honor если вы привыкли к интерфейсу Honor конечно выбирайте этот смартфон потому что для вас это будет более привычным друзья но если вы хотите за эти деньги приобрести более производительный смартфон вы это тоже найдете потому что по производительности аппарат конечно же уступает да ну некоторым моделям и из Realme и из Xiaomi вот то есть если более старые модели рассматривать да давайте из плюсов начнем то что здесь экран крупный и довольно таки хорошо передает цвета и поддерживает 90 герц достаточно емкий накопитель здесь у нас и есть также мини джек да это тоже плюс для современных смартфонов то что есть ауди джек из минусов можно сказать то что это не самый производительный смартфон в своем классе да то есть можно более производительные найти за эти же деньги более старую модель например ночью камера снимает не очень хорошо не очень важные снимки получаются ночью это тоже можно отнести к минусам и опять таки то что HD разрешение аппарат получился сбалансированный за 12 990 на старте плюс с этими наушниками хотелось бы конечно более мощный процессор а так все отлично ну что ж друзья спасибо что смотрели это видео до конца с вами был я у медсадиров надеюсь я был для вас полезным подпишитесь на канал поставьте лайки и делитесь этим видео своими друзьями всем всего хорошего скоро увидимся пока 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 пока